Давайте начинать. Вряд ли кто-то еще подключится. Значит, вспомним, что мы проходили до этого. То есть мы рассматривали общие вещи, смотрели про искусственный интеллект, начали вообще с каких-то космических высот, каких-то деятелей из Организации Объединенных Наций, которые там такие общие обзоры делают. Потом посмотрели, как бизнес к этому относится, поизучали такие продукты масс-маркета, которые можно использовать для построения искусственного интеллекта в облаке IBM, Google, Amazon. И, если помните, на первой лекции у нас такую важную картинку, я еще просил вас запомнить ее, про пять типов искусственного интеллекта. То есть мы сейчас посмотрели на предыдущих лекциях про такие общие вещи. Вот сейчас мы будем понемногу нырять в частности, то есть по каждому из этих направлений до конца семестра мы постараемся посмотреть какие-то живые примеры, какие есть продукты, на чем они основываются, какие модели используют. То есть желательно, чтобы у вас в голове осталось понимание, какого рода модели искусственного интеллекта используются в каждом из этих направлений. То есть, да, мы посмотрим, конечно, пакеты технологий, но в основном, конечно, модели, потому что, по сути, вот эта картинка, которая показывает пять типов искусственного интеллекта, здесь речь как раз идет о разных типах моделей, которые используются при построении искусственного интеллекта. То есть это символические модели, основывающиеся на логике, это коннективизм, то есть системы, построенные на базе простых элементов, которые все вместе, объединяясь, приводят к очень сложному поведению. Это эволюционные подходы, скажем так, умный перебор, то есть принятие решений на основе умного перебора. Это байсовский подход, в кавычках байсовский, то есть на самом деле здесь скрывается вся теория, которая основывается на вероятностных моделях принятия решений. И подход на основе аналогий – это тот случай, когда у вас мало информации о системе, о той системе, которую нужно спроектировать. То есть есть отдельные прецеденты, на основе которых вам необходимо построить систему принятия решений. То есть у вас нет ни экспертов, которые могут вам на языке логики описать, как должна вести себя система. У вас нет достаточного объема данных, чтобы настроить системы, связанные с, например, основывающимися на коннективизме, то есть на нейронных сетях. Или, например, вы не можете посчитать, из-за того, что нет данных, посчитать вероятность тех или иных событий. И у вас нет возможности делать бесконечные, в кавычках, эксперименты, чтобы методом научного тыка прийти к некоторой реальной модели, которая позволит вам решать вашу задачу. Вот в этом случае там применяют методы аналогий, то есть у вас есть некоторое ограниченное количество примеров, на основе которых вы можете строить свою систему принятия решений, свою систему искусственного интеллекта. Вот. И сегодня мы начнем погружаться глубже в первое направление, направление, связанное с символистами, с логикой. Это исторически был один из первых таких реальных систем искусственного интеллекта. Они назывались экспертные системы. Эта система построена на правилах, то есть правила, если то. Вот. И различные алгоритмы, различные модели того, как эти правила организовывать для того, чтобы получалась система принятия решений. Вот. Исторически это еще в прошлом веке, там 70-80-е годы, очень активно развивалось, в том числе в Советском Союзе, разного рода экспертные системы, которые помогали, ну, по сути, заменяли человека. У вас там есть книжка в дополнительной литературе в учебном плане, там, 90-го какого-то года, 90-го, по-моему, года, который как раз вот так называют искусственный интеллект. И там большую часть этой книги, она посвящена именно экспертным системам, то есть системам, построенным на логике. Вот. Ну, в то время там не было такого, конечно, разделения, как сейчас, вот на вот эти пять видов. То есть там, как правило, такие наиболее известные системы, они строились все-таки на базе логики, но при этом уже применялись и нейронные сети, и система опорных векторов, и вероятности добавлялись, и методы перебора, то есть генетического поиска. То есть все это уже было, как бы ничего нового нет. В этом и преимущество моделей в том, что они, как правило, не устаревают. То есть их придумывают, они работают. Возможно, какие-то области становятся чуть луже, то есть если там 40 лет назад были только экспертные системы, то сейчас кругом нейронные сети. Но, тем не менее, эти модели были и 40 лет назад. В этом плане как раз хотелось бы, чтобы у вас в голове оставались именно модели, а не конкретные продукты или там конкретные технологии, потому что технологии очень быстро меняются. Буквально за пять лет стек технологий меняется. Десять лет назад все писали бизнес-логику на C++, ну или на Java, например. Сейчас уже все переходят по Python. То есть при этом до Java никуда не делась, она осталась, но про нее чуть меньше говорят. То есть она уже не на хайпе. Вот, по-моему, даже мы с вами на первой лекции рассматривали кривую хайпа компании Gartner. Каждый год они выполняют. Там по ней прекрасно видно, как технологии возникают, как они достигаются у пика. Потом наступает разочарование, и потом выходят на устойчивую траекторию. Вот, то есть для технологий там лет 10 примерно вот этот цикл, для моделей они в принципе не устаревают. То есть логика, там впервые правила логики, они появились чуть ли не сто лет назад, начали развиваться активно, и за это время ничего с ними не произошло. Там нейронные сети начали развиваться после Второй мировой войны, там в 40-х, 50-х годах. За это время там принципиально модель не поменялась. То есть там были сначала просто пороговые элементы, потом эти пороговые элементы превратились в сигмоиды, потом к этим сигмоидам накрутили много-много-много слоев, там добавили свертку. То есть в целом общая идея осталась тоже. То же самое про генетические алгоритмы, то же самое про Байеса, который чуть ли не в позапрошлом веке жил и свои законы сформулировал. Вот в этом плане, конечно, модели, они не устаревают. Если вы разбираетесь в моделях, то разобраться в конкретных продуктах не представляется какой-то сложности. То есть это только вопрос практики. Поэтому вот эта картинка, она очень важна, ее нужно запомнить и, соответственно, по жизни, так сказать, с ней идти, чтобы разбираться в том, что вообще происходит. У нас будет много картинок, не только это, другие. Но сегодня мы погрузимся чуть глубже в символистов, то есть посмотрим, как можно построить систему принятия решений на основе логических правил. Правил, если температура высокая, вызывай врача. Вот это на таком простом языке, что из себя представляет этот подход. Но опять же надо всегда понимать, что в чистом виде такие системы редко встречаются, как правило, начинаются некоторые смешения, то есть некоторые комбинации, например, символистов с вероятностным подходом. Вот у вас есть курс нечеткой логики, где как раз эти два подхода смешиваются. То есть система нечеткой логики – это тоже своего рода система искусственного интеллекта, которая смешивает в себе вероятностный подход и подход, связанный с логикой. Надеюсь, вы тоже там очень хорошо рассмотрите уже с другой стороны этот вопрос, что есть две модели – вероятностная и логическая. Они объединяются, дают новую, дают вам нечеткую логику. Мы еще будем смотреть разные примеры таких вот смешиваний. Но они, тем не менее, все-таки базируются на некоторых базовых моделях. Если переходить к логике, вспоминаем с прошлых лекций то, что IBM, мы рассматривали кораблик, который плавает, ходит по океану, сам по себе рассматривает с помощью камер, что происходит вокруг. Используют всякие нейронные сети для того, чтобы распознавать окружающую обстановку. И эти нейронные сети на выходе выдают вам некоторые факты. Факты того, что происходит вокруг. Дальше эти факты загружаются в сервис принятия решений, которые базируются на наборе правил. Вот эти правила, они как раз имеют характер некоторых логических правил. То есть наборы правил, если то. Если помните, там говорилось о том, что вот в этом искусственном, как они его называют, капитан, искусственный интеллект, капитан искусственный интеллект, который живет внутри этого корабля, автоматического, автономного, вот, он руководствуется правилами судовождения. То есть есть формально разработанные правила, по которым должны следовать все капитаны в нашем мире, чтобы не происходило столкновение. То есть там кто кого пропускает, кто идет прямо, кто сворачивает, как поступать там при появлении каких-то изменений погодных условий, как двигаться в океане. То есть есть набор правил по принципу, если то. Если там видишь перед собой корабль, который у тебя больше, условно говоря, сворачивай направо, вступи в дорогу. Аналогичный набор правил есть в любой отрасли, в медицине огромное количество правил, есть Международная организация здравоохранения, которая выпускает правила лечения болезней. И все врачи должны следовать этим правилам. Поэтому очень активно последние 40 лет развиваются экспертные системы, системы, построенные на правилах, для помощи диагностики пациентов. Поэтому любая человеческая деятельность, она, как правило, описана набором правил формальных. То же самое на предприятиях, то же самое в армии. Есть устав, который описывает, что должно быть. Поэтому, отчасти, наверное, поэтому искусственный интеллект, построенный на правилах, он получает сейчас огромное распространение. Может быть, вокруг него не так много хайпа. Но, тем не менее, он практически везде. Именно за счет того, что деятельность, которую пытается искусственный интеллект поддерживать вместо человека, она всегда основывается на правилах. То есть люди работают по правилам. Как бы придите на любую работу, там анархии не будет. Там будет правило. Там у вас есть начальник, есть правило получения задач. В каждой задаче есть правило работы, что вы сначала анализируете требования, потом только начинаете разрабатывать, потом начинается тестирование. То есть так или иначе, любая человеческая деятельность, она базируется на правилах. И это позволяет вам строить первый тип системы искусственного интеллекта на базе логики. То есть есть набор правил, нужно принять решение, исходя из этих правил. Здесь начинается сразу же множество вопросов, таких, например, как в каком порядке применять правила, потому что бывают разные парадоксы, когда, например, вам нужно выполнить прямо, есть даже такой термин, взаимоисключающие параграфы. То есть в одном параграфе вам говорят, делай это, иди вперед. Во втором параграфе вам говорится, делай другое, иди назад. И система, соответственно, должна понять, что ей делать. То есть она же не может идти одновременно вперед и назад. То есть есть отдельная тема, именно уже в логике, то есть как производить логический вывод. И вот это, наверное, такая основная теория этих систем, основанных на логике, она касается логического вывода. То есть как, имея набор бизнес-правил, принять правильное решение. Это вот первая теоретическая часть, есть еще вторая теоретическая часть, это поиск противоречий. То есть вы можете вбить любые законы, любые правила работы, но у вас могут возникать противоречия. В жизни в реальной противоречии обычно разрешает суд. То есть если вы приняли какое-то решение, а потом оказалось, что есть взаимоисключающие правила, дальше суд будет разбираться. То есть если вы действовали по правилам, то отлично. Будет значит проблема в правилах, в том, кто писал правила. То есть пойду к тому человеку, который написал такие правила, которые друг другу противоречат. Если же вы нарушили правила, то виноваты вы. Если там, не дай бог, кто-то погиб из-за вас, соответственно, вас за это осудят. Поэтому да, правила есть, но они иногда бывают прямо противоречащие друг другу. В реальной жизни этим занимается суд. Система искусственного интеллекта. Либо строят системы искусственного интеллекта, в которых конечное решение остается за человеком. Система лишь говорит, что согласно правилам нужно сделать вот это. Или, например, есть вот такой-то конфликт в принятии решений. А решение уже принимает человек. Либо на этапе проектирования системы система правил подвергается анализу на предмет противоречий для того, чтобы можно было понять, насколько система вообще способна принимать обоснованные решения. И, в принципе, сама задача поиска противоречий в правил, она сама может быть по себе являться задачей для искусственного интеллекта. Мы с вами рассмотрим один из примеров, где, например, в качестве правила рассматриваются требования к разрабатыванному программному обеспечению. А система искусственного интеллекта анализирует эти требования для поиска противоречий. Тоже очень и очень актуальная задача, потому что программные продукты становятся очень сложными. Человеческий интеллект уже не в состоянии охватить все требования, которые есть в системе. И чтобы потом все не переделывать, желательно на этапе еще анализа задачи, просто забив формально правила и требования, которые выставляет заказчик, попытаться выявить все противоречия. То есть, чтобы потом через три года не понять, что на самом деле мы пытаемся делать что-то противоречащее тому, что мы уже сделали. Поэтому искусственный интеллект, основанный на правилах, он достаточно популярен. Ну и как здесь показано, что сначала мы из данных получаем некоторые факты, а потом применяем бизнес-правила для того, чтобы из этих фактов принимать какие-то решения и делать некоторые действия. Повернуть направо, повернуть налево, сообщить об ошибке. Что в целом тоже приводит к изменению данных. Опять эти данные обрабатываются и снова принимается решение. Получается такая замкнутая система, хорошо знакомая тем, кто изучал теорию управления. Отсюда получается такая интеллектуальная система. И, соответственно, мы вот посмотрим сегодня про то, что называют бизнес-правила, бизнес-логикой. То, как один из подходов, как можно это реализовывать. Есть всегда классический подход. Давайте сядем за кодем, запрограммируем. Есть целые трактаты о том, как описывать бизнес-логику на чистом коде, в чистых программах. Там есть такое направление, как домен-дривен-девелопмент, то есть разработка, базирующаяся на доменных моделях, которая сама, в свою очередь, базируется на объектно-ориентированном программировании. Вживую я ни разу не видел, вернее, я видел, конечно, системы, но это был кошмар. То есть система, где бизнес-правила описываются на языках программирования, классические, там C++, Java, Python, это обычно смерть. То есть это системы, которые каким-то образом, конечно, напишут, но потом это просто кошмар, это чемодан без ручки. То есть там появляется каста программистов, которые знают, где что лежит и могут что-то поправить. И попытаться как-то эту касту подвинуть, ее практически невозможно. Они начинают себя вести вызывающе, они требуют постоянных повышений зарплат, они ведут себя очень нахально. Поэтому на практике, конечно, реализовывать бизнес-правила в виде какой-то просто программы, написанной рукотворной, сейчас, как правило, так уже никто не делает. То есть это прошлый век, век программистов, сейчас век инженеров, когда используются готовые продукты для описания, для проектирования систем. То есть данные хранятся в базе данных, для алгоритмов машинного обучения используются различные фреймворки или пакеты, или готовые сервисы, как мы с вами рассматривали, сервисы IBM, сервисы Google, которые позволяют вам, которые уже включают в себя некоторые модели, и вы можете ими спокойно пользоваться без привлечения программистов. И это системы поддержки и поддержки бизнес-правил, так называемые движки бизнес-правил, бизнес-рус-энженс. Вот мы про них будем говорить в следующей лекции, которые позволяют вам описывать бизнес-правила формальным образом по некоторой методике, загружать их в этот движок и запускать на исполнение. Таким образом получается готовая система, которая как из кубиков собирается, то есть база данных, сервисы и движок бизнес-правил для того, чтобы построить готовую систему. Сюда часто добавляют еще где-то сбоку пользовательский интерфейс, если это какая-то диалоговая система. Если эта система завязана, как, например, автономный корабль, на некоторое управление устройством реальным, то это какие-то драйвера, какие-то подсистемы нижнего уровня, локальные системы управления, которые тоже у вас был курс, по крайней мере у некоторых из вас, для того, чтобы получить готовую систему. То есть сейчас, конечно, уже никто с нуля программы не пишет. То есть, как правило, берут готовые блоки для того, чтобы собрать из конструктора систему и как можно быстрее выйти в продакшн, то есть в промышленную эксплуатацию, в опытную эксплуатацию, получить фидбэк, доработать систему и выводить продукт на рынок. Потому что можно сделать быстро плохо, можно сделать быстро хорошо, быстро хорошо, но дорого, да, известный треугольник противоречий, скорость, стоимость и качество, да. Вот, как правило, выбирают быстро и качественно, да, дорого. Быстро, качественно – это дорого, то есть если все с нуля писать, понятно, что вы напишите очень хорошо, но вы напишите это через 10 лет. Вот, поэтому выбирают скорее, немного жертвуют, например, производительностью за счет использования движков различных, фреймворков, которые могут не всегда оптимальным образом друг к другу комбинироваться, для того, чтобы как можно быстрее и при не очень высоких затратах денежных, да, получить готовый работающий продукт. Вот это сейчас основная парадигма при разработке новых информационных систем, ну, в частности, систем на базе искусственного интеллекта. Вот, ну, так, если вкратце, как может, например, выглядеть такая система, то есть это классическая архитектура, завязанная на бизнес-сервисы, то есть это еще не микросервисы, где у вас на каждый чих вы заводите отдельный сервис, да, это некоторые крупные сервисы, которые решают отдельные бизнес-задачи, ну, под бизнесом, но надо понимать любые задачи, да, бизнес-логика – это не логика для бизнеса, да, это логика, которая выполняет некоторую функциональность, реализует, да, то есть в том же корабле там никакого бизнеса нет, но есть, тем не менее, правила, описывающие предметную область. То есть бизнес-логика, бизнес-сервис – это скорее деление системы на компоненты, при котором каждый компонент отвечает за какую-то отдельную задачу предметной области. Например, задача управления движением корабля, там, задача управления распознаванием того, кто перед вами находится, или там, распознаванием текущей обстановки, там, система отслеживания состояния корабля, то есть там, внутреннего состояния, да, то есть как там состояние питания, там, батареи, сколько еще можно проехать, там, отдельная система планирования, как ехать, да, то есть каждый такой компонент, он, как правило, оформляется в виде отдельного сервиса, и это не только там кораблям относится, это к любой информационной системе, да, у вас есть набор сервисов, то есть попытка деления систем на, по их функциональному назначению. Вот это то, что называется бизнес-сервисы. Ну, в данном, крайне, в случае тут какая-то, какой-то пример из продаж, то есть классических бизнес-приложений, но это не так принципиально, да, это может быть и продажа, это может быть управление кораблем, все что угодно. Как мы видели, те же самые движки, бизнес-правила, они используются и при управлении кораблем автономным. То есть в данном случае вас это не должно смущать. Вот, ну, собственно, как это все строится, да, строится-то все по низким уровням, то есть есть бизнес-сервисы, которые между собой общаются, то есть, например, представим, что это сервис, которому нужно спланировать движение корабля. Вот, ему нужно запросить ответ от других сервисов, сервис, отвечающий, например, за оценку погодных условий, сервис, отвечающий за оценку окружающей обстановки, сервис, отвечающий за внутреннее состояние корабля, да, например, там, заряд батарей. Вот, и чтобы не смешивать, не превращать систему в макароны, да, эти модули разбиваются на отдельные подзадачи, то есть один из тоже популярных паттернов и таких наиболее жизнеспособных, это декомпозиция системы на блоке и реализация каждого блока по отдельности, чтобы как можно было меньше связи между ними, чтобы, например, не было прямого вызова кода в сервисе планирования к сервису оценки внутреннего состояния корабля, да, потому что если у вас завтра, например, вы захотите другой корабль, применить вот этот сервис планирования в другом корабле, а у вас все будет завязано на конкретной, конкретной железке конкретного корабля, понятно, что это у вас не получится. То есть, скорее всего, вы все выбросите на помойку, да, и будете заново все писать. Вот, поэтому дробят на сервисы на отдельные, вот, и задача в том, чтобы как эти сервисы связывать между собой, по каким правилам, да. И здесь вот появляется как раз цель, ну, задачка для искусственного интеллекта, да, ну, то есть такой появляется уже некоторая интеллектуальность, да, что как эти сервисы между собой взаимодействуют. Это называется оркестрация, то есть есть два основных, ну, на самом деле, есть два основных паттерна организации приложения, это оркестрация, ну, таких вот распределенных, да, где вы на сервисе все дробите, это оркестрация и хореография. То есть оркестрация – это когда у вас есть некоторый такой искусственный интеллект, в кавычках, да, который принимает решение, кого вызывать. Вот кто, где, что, в какой последовательности он будет вызываться для того, чтобы решить конкретную задачу. Соответственно, есть оркестраторы, которые, или медиаторы их часто называют, которые обеспечивают коммуникацию, то есть сервис что-то спросил, но он не знает, кто ему ответит. У него есть вопрос, там, дай мне состояние корабля, исправен, неисправен. Он не знает, как это состояние корабля оценивается, и он не должен этого знать. Ему для планирования важно знать, например, состояние корабля, сколько там батареи осталось, как, что вокруг происходит. То есть он получает просто некоторую информацию в ответ о том, что происходит вообще, какая сейчас обстановка. Вот, и есть отдельные сервисы, которые умеют делать что-то локальное. Например, оценивать, что происходит вокруг по камерам, оценивать по датчикам, что происходит внутри корабля, оценивать по какому-то сервису погоды, что нас ждет в ближайший час, например. Они тоже, никто не знает, откуда прилетает запрос на погоду, ему все равно, откуда он прилетает. Ему главное сказать, что будет в ближайший час. Этому сервису не важно, кто спросил заряд батареи. Ему важно ответить, сколько осталось батареи, насколько хватит. А этому не важно, кто спросил, что происходит вокруг. Ему важно ответить, что справа от меня находится корабль. Такой-то, такой-то. То есть они тоже маленький сервис, они не знают, что вокруг происходит. Они отвечают на конкретный запрос. Есть медиатор, который позволяет вам принимать решения, как обрабатывать запросы. То есть пришел запрос на текущую обстановку. Что с этим делать? И здесь как раз возникает такой пока еще не искусственный интеллект, а некоторая модель принятия решений. То есть как реагировать на этот запрос? Что с этим делать? То есть человек, например, знает, что ты сначала сходи, спроси о погоде, спроси о внутреннем состоянии, сколько осталось батареи и что происходит вокруг. Тогда будет понятно, что нам в ближайший час делать, куда двигаться, по какой траектории. Вот. То, что вот эти правила, по которым человек понимает, что нужно сначала вызвать этого, потом вызвать этого, потом вызвать этого, передав ему результаты вот этого, и затем определенным образом формировать ответ. Это как раз и есть те самые бизнес-правила, по которым живет система. И вот, как показывает пример вот этого корабля автономного, который не что иное, как искусственный интеллект, обозванный, его как раз интеллектуальность в основном определяется набором тех правил, по которым он живет. То есть он начинает работать как человек, потому что он следует некоторому набору правил. Вот. Мы сейчас пока не рассматриваем алгоритмы обработки данных, которые позволяют вам формировать исходные данные для этих правил. Потому что правило не может спросить, если справа корабль, просто передав в условия изображение с камеры, там, или видеопоток. Видеопоток тоже нужно отдельно отработать, это тоже искусственный интеллект. Вот. Но он решает частную задачу преобразования видеопотока в некоторые факты того, что справа стоит корабль. Флажок. Да, нет. Там. Или корабль равно справа. Да. То есть, чтобы вот эти правила получить, тоже нужны некоторые системы искусственного интеллекта. Мы о ней будем отдельно говорить ближе к концу, потому что там гораздо сложнее математика. Вот. Мы начнем с более простых, с правил, да. То есть, система искусственного интеллекта построена на правилах. Вот. Если рассматривать вот такую архитектуру, основанную на сервисах, да, то, как правило, такой, основой такого интеллекта, да, служит модель, описываемая двумя частями. То есть, мы тут говорили про логику сначала, да. Сейчас мы вот будем углубляться, да, что на самом деле там может быть несколько подходов к описанию логики. Одни из них более популярные, более понятные, другие менее имеют свои проблемы. Вот. Один из них – это описание бизнес-процессов, то есть описание деятельности как процесса, где есть некоторый инициатор, в данном случае это у нас некоторый сервис, который что-то спросил, да, и есть, соответственно, наборы промежуточных этапов, то есть сначала мы спросили у этого, результат передали второму, второй нам ответил, результат передали третьему, третий нам ответил, сформулировали результат, то есть есть начало, есть конец, есть промежуточные звенья. Описание процессов, то, что вы там в теории управления тоже изучали, да, передаточные звенья, вот та же самая аналогия, где вы описываете деятельность как процесс. Это вот первая часть того, как можно описывать логику, ее можно описывать в виде процесса. И есть целые там стандарты на то, как это лучше описывать, они очень активно применяются при автоматизации бизнес-процессов. Вот те коллеги, которые студенты, которые учатся на направлении информационной технологии в бизнесе, скорее всего, уже с этим хорошо знакомы, то есть со всеми этими нотациями, BPMN, BPL и так далее, IDF. То есть это есть целый зоопарк нотации, как описывать вот эти модели процессов. То есть как переносить правила работы, бизнес-правила в виде процессов. Это получается такая первая основа, да, то есть любая деятельность это процесс. Любое принятие решений чаще всего это процесс. То есть у вас что-то происходит, у вас есть запрос, по запросу нужно кого-то вызвать, какие-то более маленькие сервисы, которые вернут вам результат, и вы на основе этого посчитаете ответ для другого сервиса, который принимает решение. Вот такая общая идея, да. Ну и сейчас вот чуть попробуем глубже залезть, да, то есть вот эти нотации BPMN, да, то есть бизнес-процесс менеджмент-нотейшн, то есть описание и менеджмент бизнес-процессов на основе некоторой формализованной нотации. Вот, и вот второе, что мы еще посмотрим сегодня, это Data, Decision Management and Notation. Другая нотация, которая позволяет вам описывать точки принятия решений. То есть зачем это нужно? Ну вот как раз сейчас посмотрим, зачем это нужно. То есть достаточно ли просто описать процесс в виде некоторой функциональной схемы, как мы это в теории управления делаем, да, либо нужно еще дополнительно отдельно описывать в этом процессе точки принятия решений. Ну здесь вот пример приводится для интернета вещей, то есть сейчас тоже очень активно, ну одно из революционных направлений, там наряду с искусственным интеллектом, это развитие интернета вещей, то есть когда у вас чайники, датчики, контроллеры, они становятся очень умными, то есть сейчас направления связаны с Edge Computing, так называемым, если раньше, там лет пять назад все было Cloud Computing, то есть вычисления в облаках, то сейчас приоритет распределяется на Edge Computing, то есть как-то, если дословно переводить, вычисления на границы. В данном случае граница это между интернетом и реальным миром, то есть если представить интернет, это как некоторое виртуальное пространство, а датчики и там чайники, они существуют в реальном пространстве, то Edge Computing это как раз вот на границе между реальным пространством и интернетом, виртуальным пространством, это те самые умные устройства, которые имеют подключение к интернету и в то же время напрямую связаны с датчиками, то есть чайник, который там майнит биткоины, например, пример такого Edge устройства, которое с одной стороны вроде существует в реальном мире, это какой-то конкретный микроконтроллер, в то же время у него воткнута симка или просто какой-то Wi-Fi модуль, который подключается к вашему Wi-Fi роутеру, подключается через интернет к серверу производителя этих чайников и в прямом эфире сливает все, что происходит вокруг, с точки зрения того, что он сам знает, в частности, то, как часто вы, например, нагреваете воду, вот, и может быть, потом там он предложит вам, а давайте я вам за 5 минут до того, как вы нагреваете, воду подогрею. Вот, то есть такие вот умные устройства, которые начинают принимать решения. Вот, и сейчас вот еще такая тенденция, что за счет того, что интернет, конечно, сейчас очень быстрый, 5G, уже на пороге вышки 5G белого гейца с чипированием, вот, соответственно, несмотря на это, все равно нужно экономить трафик, поэтому с одной стороны, да, с другой стороны сейчас очень дешевые вычисленные мощности, можно довольно мощный процессор, чуть ли не с GPU засунуть в каждый чайник, вот, и можно, соответственно, вычисления делать прямо в чайнике, там, биткоины считать, вот, ну, или нас больше интересует скорее искусственный интеллект, то есть, как построить систему принятия решений на базе какого-то чайника, да, который имеет в себе ограниченные возможности. Ну, и, соответственно, здесь просто примеры, как раз приводятся, довольно интересные, таких вот умных чайников в кавычках, да, и эти примеры, они рассматриваются с точки зрения двух нотаций, нотация BPM, BPM, да, то есть, описание бизнес-процесса, то есть, процессный подход, и нотация, связанная с описанием принятия решений, то есть, их самых правил, если то. Вот, мы сейчас с этим чуть ближе познакомимся, вот, но сначала мы сделаем перерыв, потому что нас скоро разорвет все. он.